раз-два-три раз-два-три ну что все все как бы все кто мог рассесться расселись ирочка жду команды здрасьте все можно да отлично погрузка закончена ну друзья слушайте только сегодняшний герой дня мог собрать такую замечательную аудиторию только Александр Давыдович Марголес это это прекрасно это прекрасно а раз во всем виноват Александр Давыдович то ему и первому слову Александр Давыдович прошу добрый вечер дорогие друзья в очередной раз мы убеждаемся что стена нашего зала здесь у Ниц Мемориал в фонде Йоффе резиновая ясно несамасштабен той компании которую мы обычно собираем но в тесноте не в обиде вот эта книжка которая вышла этим летом играет особую роль в моей жизни когда я твердо решил ее сделать ну так сложились обстоятельства в моей жизни у меня не было уверенности что я успею завершить эту работу и тем не менее вот она ее можно взять в руки то есть это факт и я испытываю чувство глубокого удовлетворения безотносительно того что в ней находится вот сам факт существования этой книги с учетом повторяю тех обстоятельств в которых она рождалась меня радует книга пока выпущена издательством серебряный век вот руководители издательства здесь мои друзья Галина Федоровна Груздева и директор Владимир Владимирович Ружунцев они выпустили пока 500 всего экземпляров этой книжки это в качестве преамбулы носящие прагматический характер понимаете пряников сладких всегда не хватает на все но мы в 21 веке и я твердо надеюсь на то что через некоторое время появится электронная версия этой книги и соответственно аудитория станет безразмерной кроме того в грядущей электронной версии она будет иллюстрирована книга пока без иллюстрации за вычетом соловецкого камня который вынесен на обложку вот а в дальнейшем будут иллюстрации это преамбула к извинению с которого я хочу начать сегодня издательство будет продавать книги и здесь три десятка есть да нет ну мне важно чтобы было в самом начале пути вот но пусть не огорчаются те кому может быть это не достанется сегодня издательство продолжит распространение книги и все кто захочет ее иметь ее получат через некоторое время ну вот а теперь как говорится по порядку вообще я считаю что книга любая причем книга должна сама говорить за себя и если такая возможность есть то есть не проект книги не замысел книги а вот реально книга то собственно остается ее взять в руки и понять что она собой представляет к тому же это очень строгий жанр это справочник в котором 700 статей расставленных по алфавиту одним из основных моих занятий где-то середины 80-х годов прошлого века стало делание энциклопедии тогда 80-е я работал в музее истории Ленинграда в Петропавловской крепости и издательство большая советская энциклопедия обратилась в музей предложением помочь им подготовить городскую энциклопедию она вышла в 1992 под названием Петербург Петроград Ленинград я думаю что многие в этом зале знакомы с этим изданием вот но у этой энциклопедии городской драматическая судьба словник составлялся в середине 80-х еще до начала перестройки статьи писались всю вторую половину 80-х работа была закончена в 90-х еще при советской власти а вышла она в свет в 1992 году так сказать в другой уже стране и эта энциклопедия несет на себе очень отчетливый отпечаток вот такого переходного периода когда она вышла в 92-м году и мы собрались обсуждать ее то я помню выражение лица Людмила Николаевна Беловой директора музея истории Ленинграда который входил в состав редколлегии и можно сказать душу вложила в этот том лицо у нее было опрокинут потому что собравшиеся на обсуждении главным образом говорили о том чего в этой энциклопедии нет а должно быть обязательно и сколько мы не объясняли что понимаете никто бы не утвердил то чего вы хотите видеть в энциклопедии в тот момент когда утверждался в Москве словник нас не слышали и вот тогда в 92 году я уже был не в музее я уже работал в фонде спасения Петербурга Ленинграда у меня возникло твердое желание безотлагательно приступить к подготовке нового издания которое бы отразило возможности и взгляды нового времени и где-то на рубеже 95 96 год я составил первый вариант словника энциклопедии теперь уже под названием Санкт-Петербург и точка примерно пять тысяч черных слов я напридумывал пустил это по кругу коллеги включились стали добавлять исключать в общем постепенно сложилась основа будущей энциклопедии я вообще считаю что полноценный словник это почти половина работы над энциклопедией если он есть то уже можно сказать все остальное дело техники и вот с этим словником я пришел в 96 году он еще был не вполне законченным этот словник к соприку накануне выборов 96 года и говорю Анатолий Александрович не за горами двухсотлетие нашего города извините старый человек трехсотлетие нашего города и оставшаяся временная дистанция до 2003 года как раз масштабно предстоящей работе и надо бы запустить Анатолий Александрович сказал Александрович ну преждевременно поближе к юбилею займемся через месяц его не избрали мэром а когда я пришел к тому кого избрали он даже не стал вникать в это дело и сказал что это ему совершенно не интересно и приезжал бы я в Москву специализированное издательство энциклопедия да хотя тогда уже не было большой советской энциклопедии была большая российская и вот с ними ведите переговоры в общем эта бодяга тянулась до 2002 года когда наконец от государства мы не получили ни копейки или вот сейчас меня поправит Татьяна Борисовна Притыкина мы получили да три копейки нам сказали ну ладно купите немножко бумаги вот этим бюджетное участие в этом проекте и завершилось но удалось найти деньги из не связанных с государством источника мы довольно быстро создали авторский коллектив 150 человек и ударами темпами начали работать с тем чтобы постараться все-таки как к юбилею эту работу завершить не успели энциклопедия Санкт-Петербург первое издание энциклопедии Петербург вышло в четвертом а не в третьем году ну все-таки почти и уже когда поезд набрал приличную скорость на подножку последнего вагона вскочила Ирина Анатольевна флиги и она сказала Александр Ильич вы занимаетесь городской энциклопедии да сказал я ну вообще-то говоря надо что-нибудь написать про политические репрессии и про все такое прочее а то как неприлично в 21 веке выходить с энциклопедией без этой темы спорить с ней было совершенно невозможно во всяком случае мне потому что я точно так же смотрел на эту проблему вот и Ирина Анатольевна принесла черновичок дополнительного словника вот именно по этому кругу вопросов надо сказать что было непросто убедить нашу редколлегию в необходимости добавить эти статьи еще сложнее было работать с московским редактором Борисом Ивановым который выпил очень много крови у Ирины Анатольевны и изувечивал некоторые ее тексты но главное было достигнуто в энциклопедии 2004 года появилось около 50 статей на эту тему из них половина персонали ну а поскольку это энциклопедия вы хорошо знаете уже существует давным-давно в интернете переведена на английский язык дополнялась то в общем вот то что было тогда создано во втором-третьем году сейчас доступно всему миру но чувство глубокого неудовлетворения присутствовало у меня с того времени постоянно потому что я понимал что те статьи созданные благодаря инициативе мемориала и в результате их героического ударного труда они конечно эту тему лишь намечают никоим образом ей не самоштаб и поэтому я совершенно искренне написал в предисловии вот такие слова необходимость справочника политические репрессии сопротивления тоталитарному режиму в Петрограде Ленинграде была осознана в ходе работы на энциклопедии Санкт-Петербург вышедший в свет в 2004 году это медицинский факт повторяю уже тогда я понимал что к этой работе надо будет вернуться и ее продолжить разумеется с самого начала я понимал что у меня в руках очень хороший задел потому что вот те 50 статей о которых я только что рассказывал ну конечно базовый автор Ирина Анатольевна но кроме того с авторами являются другие мемориальцы Татьяна Феофановна Косинова Таня Моргачева Оля Резникова Елена Русакова еще несколько сотрудников из музея политической истории они здесь все перечислены и вообще материал организован таким образом что под каждой статьей фамилия автора там где фамилии автора нет это значит статью написал Марголес поскольку всего статей как я уже сказал 700 я написал 650 и когда я подумал как будет выглядеть книга в которой 650 Марголес мне стало дурно и значит эти подписи исчезли значит основу повторяю справочника составили статьи включенные в энциклопедию 2004 года некоторые из них значительным образом переработаны и дополнены специально для этого издания некоторые в меньшей степени изменились но тем не менее вот именно это основа и это конечно облегчало мою работу потому что уже сочиняя словник этого справочника я имел так сказать хорошую печку от которой можно было танцевать и вот первое о чем я хочу вам сказать эта книга мною задумывалась как если хотите большая провокация то есть одна из целей этой книги спровоцировать вас то есть считателя ее дополнять и исправлять поскольку повторяю речь идет не только о полиграфическом исполнении но и об интернет версии а там дополнение и уточнение и стоят сравнительно дешево и оперативно осуществляются это не пустые слова с моей стороны то есть начав эту работу я понимал что конечно возникнет желание что-то дополнять уточнять и так дальше вот сидящий в первом ряду один из героев этой книжки мой друг Борис Миркин сразу сказал неправильно там стоит дата моего выхода из лагеря надо исправить спасибо это называется благородный почин вот я уверен что у нас будет возможность такого рода дополнение и уточнение принимать и в дальнейшем внедрять дальше это конечно книга субъективная я уверен что если бы Александр Юрьевич Даниэль допустим блестящий знаток всех этих вопросов стал составлять словник это был бы другой словник если бы Вячеслав Долинин взялся за этот словник это был бы третий словник и так далее и так далее потому что приоритеты при составлении справочника на такую тему не могут быть едиными и для всех так что в общем я уже произнес слова благодарности Ирине Анатольевне и моим друзьям из мемориала которые попали сюда но вот это справочник Марголеса это видение предмета с моего шесточка дальше значит я придумал как будет организован этот материал прежде всего нужно было определиться как говорят энциклопедисты с предметно-тематическими статьями то есть с теми сюжетами совокупность которых ну и дает какую-то общую картину этих прямо скажем по преимуществу трагических событий что же касается персоналий то к этому вопросу я подошел сугубо прагматически то есть фактически вторая часть книги персоналия это аннотированный именной указатель к первой части вот имена которые встречаются в статьях там я не знаю первая статья по алфавиту это академическое дело вот имена которые всплывают в статье академическое дело они в значительной степени и во второй части всплывают уже в виде справок упомянутых людей последняя по алфавиту статья первой части шарашки ну и соответственно те персонажи которые автором названы в связи с этим сюжетом они тоже появляются во второй части мы долго обсуждали этот деликатный вопрос с моим редактором Галины Федоровой он говорит у вас тут в предисловии написано очень обязательная и строгая такая вещь что вторая часть содержит 570 кратких биографических справок о большинстве людей упомянутых в предметных событийных статьях уверены что большинство у вас тут во второй части скажу вам с большевистской прямотой я не проводил такого тщательного архитического подсчета то есть я примерно представляю себе что если бы Галина Федоровна взялась напечатать именной указатель не аннотированной к этой книжке то там их было бы больше тысяч но поскольку нам все равно в дальнейшем придется проделать эту работу мы точную сумму узнаем так что если вы выясните что Марголес соврал про большинство то вот вспомните что я уже покаялся сегодня вот но отбор тех кто называется в предисловии большинством сознательный то есть я отбирал те персонажи которые мне казались наиболее характерными типичными определяющими в известном смысле тот период о котором идет речь и те события о которых здесь повествуются дальше я принципиальный враг внедрять в справочники какие бы то ни было идеологемы справочник должен давать более или менее объективный фактический материал осмысление и трактовка которого остается на совести читатель я внимательно слежу за энциклопедическим жанром он сейчас рассветает пышным цветом по всей стране в частности городские энциклопедии множатся год от года и всякий раз когда я вижу попытку автора предложить их авторов их трактовку того или иного явления о котором они пишут того или иного человека это получается плохо потому что написать кратко это то что называется закон жанра нельзя в справочнике писать многолистные статьи кратко не получается а как только ты хочешь довести свою мысль до конца все таки чтобы она выглядела аргументированно но это уже совсем другой жанр но мне кажется что та аудитория на которую я прежде всего ориентировался и на которую мы ориентировались когда делали энциклопедию Петербург то есть это люди которые плохо знают историю и их отличает от всех остальных только одно они не испытывают глубокого удовлетворения по поводу своего незнания а хотят все таки что-нибудь узнать и вот поощрение такого стремления хоть что-нибудь узнать и является главной целью такого рода справочника вы увидите практически под всеми статьями наверное под всеми да Галина Федоровна краткую библиографию она называется Галина Федоровна невозможна она такая зануда если это только одна статья из 700 она будет напоминать об этом постоянно спасибо вам за это короче говоря абсолютное большинство статей сопровождается при статейной естественно краткой библиографии что это значит с точки зрения автора концепции если ты прочитав вот такую вот очень краткую справку о красном терроре допустим беру крупную тему или поменьше тема колокольчики одна из организаций в движении сопротивления и тебе прочитанному прочитанного показалось мало недостаточно у тебя сохранился интерес неудовлетворен интерес у тебя сразу появляется возможность продолжить знакомство с этой темой обратившись к соответствующей книге вот ну по красному террору это целая библиотека по колокольчикам чуть меньше но по крайней мере сразу же читатель этой статьи узнает базовый мемор на эту тему и если он доберется до книжки Ронкина и прочтет ее ну уже представление о том что там было у него возникнет стереоскопичный и так во всех остальных случаях то есть если тебе просто случайно эта книга попала в руки и ты совершенно случайно открыл ее на странице община самиздатский журнал 78 года ты можешь листать дальше если это тебя не задело но если тебя это задело ты можешь прочитать изложение доклада Пориша на эту тему опубликованную в 92 году заглянуть в энциклопедический справочник сам издатель Ленинграда ну короче говоря начинать двигаться вглубь но это не навязывается просто справочник содержит такую возможность ну и последнее что я хотел бы сказать повторяю не буду вам пересказывать основное содержание справочника это вообще безумное дело я скажу только о том о чем не могу не сказать как честный человек и офицер к сожалению не все статьи намеченные мною в словнике написаны а стало быть попали в этот справочник по целому ряду сюжетов я просто пока не нашел даже того минимального материала которые можно считать достаточно для того чтобы сочинить такую справочную статью это касается целого ряда дел 30-х годов например про которые известно очень мало и я не докопался до первоисточника это разумеется касается и многих персоналей то есть имя есть даже годы жизни удается установить но по существу дать даже самую краткую биографическую справку о человеке пока не удалось вот это именно то что я назвал в начале разговора провокации уверен что читатель знающий пытливый а именно таковые собравшиеся сегодня в этом зале увидят эти лакуны как никто другой и обнаружение этих лакун для меня не трагедия а наоборот радость потому что я буду надеяться что эти люди знают больше меня и согласятся стать соавтором справочника политические репрессии и сопротивления в Петрограде Ленинграде еще один момент извините я уже обещал закончить но это долгое время не займет значит предыдущая довольно большая работа которой мне посчастливилось руководить в мемориале это был сборник материалов общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки то же самое издательство серебряный век в 2009 году выпустило эту книгу кстати те у кого ее нету до сих пор а желание иметь существует можете это сделать прямо сегодня определенное количество общественной жизни здесь ну так вот я оглядывался разумеется на эту книгу сравнительно недавно вышедшую и поэтому мы не повторили биографические справки о целом ряде безусловно заслуживающих внимания деятелей эпохи перестройки почему потому что в общественной жизни эти справки есть и мне просто надо было бы их перепечатать я не видел в этом необходимости ну провокация да это получается главное слово в моей затянувшейся речи видите провокацией является с точки зрения многих моих собеседников и тот факт что здесь жертвы и палачи идейные борцы против диктатуры и значит конформисты они перемешаны они все через запятую на букву я вы найдете ягоду а рядом с ним будут стоять справки о тех кто погиб в ту пору когда он возглавлял НКВД это моя принципиальная позиция в жизни так и было в жизни они были вместе они проживали эту жизнь вместе будучи антиподами врагами и так далее и так далее и для того чтобы составить адекватное представление об этой эпохе а это на самом деле книга об их похе надо это дело держать в голове надо это дело держать в голове еще меня критиковали за то что уже в относительно акварельные времена второй половины 80-х годов но какое же это было сопротивление люди жили и занимались тем чем они занимались в свое удовольствие зачем вы их поставили в один ряд с юнкерами которые первые поднялись против большевиков через 10 дней после переворота не жалею что поставил в один ряд в ту эпоху это была такая борьба и такие борцы в 80-е годы борьба продолжалась но в их формах это были другие люди они опять-таки в рассказе об этой истории от начала и до конца на мой взгляд должны стоять вместе а дальше я рассчитываю все-таки на пытливого мыслящего читателя вот ваша задача их разлепить и дать всему этому прежде всего свою собственную оценку не ждать когда по телевизору вам ее дадут специальные товарищи все спасибо в дальнейшем я пытаюсь ответить на какие-то вопросы которые возможно возникнут вы думаете Александр Завадович вопросы прямо сейчас люди выступают а потом а можно я отдохну как лучше давайте так я заодно ся все обождаю хорошо я продолжаю сейчас я попрошу выступить Якова Аркадьевича Гордина который обещал вроде бы да выступить но один вопрос я да один вопрос я все-таки не удержусь задам но не Александру Давыдовичу а меня страшно заинтриговала одна фраза выступления Александра Давыдовича я задам Борису Савельевичу Миркину Борь а Марголис тебя заставил пересидеть или не досидеть не досидеть спасибо он написал 83-й год а я 84-й я приписываю это за счет всему миру известному гуманизму Александра Давыдовича Марголиса мне было так приятно отмечено на год раньше все-таки 84-й исправили я прошу прощения честно говоря я не не думал что я значит буду выступать хотя когда я вот послушал Александра Давыдовича я решил что все-таки все-таки стоит ну что говорить я совершенно согласен это конечно это сказать провокационное деяние без всякого сомнения но очень значительное уже вот это так сказать этот зачин уже сам по себе очень значительный мне кажется что книга очень искусно построена ну это зная автора тут удивляться нечему ну конечно какие-то соображения появляются разного рода ну да меня тоже несколько смутил там Глеб Бокий в качестве жертвы Александра Давыдовича это сказано справочники да да ну да ну нет это все все понятно все понятно как-то его ну это чисто эмоциональная реакция видите его рядом но я понимаю что это закономерно вполне другое дело что есть скажем Борис Борисович Вахтин с которым у меня были очень дружеские отношения не работает не работает работает да очень дружеские отношения он был замечательный в своем роде человек очень достойный но как опять-таки персонаж этой книги Боря меня не очень убеждает там скажем Борис Иванов который тоже не сидел на тут так сказано довольно неопределенно что он принимал участие в защите Гинсбурга Голландского но Борис просто написал письмо очень сильное и я имел удовольствие это письмо подписывать и уж он-то получил можно сказать максимум разве что не был арестован его выгнали с работы исключили своих журналистов исключили из партии он был член партии вот а что касается что касается Бориса Борисовича то его даже и срисписатели не исключили и с работы не сняли и повторяю он был очень достойный человек но как-то здесь я не не убежден что что он закономерен это раз теперь конечно же жизнь была так многообразна вот я когда книжку открыл я стал так сказать рефлекторно искать там свою фамилию не себя естественно а фамилию двух моих дядей старших братьев отца которые были активными очень деятелями в 20-е и 30-е годы оба были арестованы один погиб второй прошел там Вологда Соловки Норильск и выжил вот и я думаю что я значит некоторые сведения о них для переиздания переиздания дам дело в том что вот выживший старший брат я его уговорил написать воспоминания и в здесь я вот даже чернилами отчеркнул целый ряд фамилий людей которые во второй половине 20-х годов но это было не то что не совсем новая оппозиция хотя они очевидно к ней примыкали это была такая группа очень антисталински настроенная они печатали листовки были на нелегальном положении тут некоторые есть такие сейчас я читать этого естественно не буду занятные такие вещи очень разные люди и конечно многих из них можно найти потому что это были довольно заметные крупные люди вот так что есть конечно конечно есть что добавлять поскольку особенно вот 20-е первая половина 30-х годов была чрезвычайно богата на людей пытавшихся сопротивляться значительно богаче чем нам обычно в общем представляется ну кроме разве что кроме разве что специалистов вот ну и хочу только одну одну еще вещь сказать ну вот большой фрагмент из воспоминаний этих я опубликовал в свое время в альманахе память и арсений борисович назвал значит это из воспоминаний троцкиста гаврилова вот фамилия гордин моего дяди она так сказать вела ну даже я не столько о себе волновался ничего особенного я думаю со мной бы не сделали сколько с его сыном и вообще женой которые были были живы вот но в этих воспоминаниях фигурирует человек который тоже конечно же должен быть быть здесь сейчас прошу упрощение надо было мне открыть это очевидно заранее короче говоря совершенно неожиданно а вот пожалуйста да это Беррагинский то есть вот Арсений Борисович тут по с полным более чем с полным правом есть а его отец который был другом моего дяди и который тоже участвовал в хотя это вот очень характерная вещь дядя был членом партии он был очень активным человеком и он пишет что вот там Беррагинский его приятель он очень помогал им дядя был на легальном положении значит а Рагинский был крупным инженером уже в это время но я не мог привлечь его в полной мере к подпольной работе потому что он не был членом партии ну вот да да и конечно же и Беррагинский он назывался именно Беррагинский настаивал на этом он был дважды арестован и погиб так что ему тут самое самое место рядом с синий вот но не буду не буду углубляться в этот сюжет сколько еще может быть в этой книге персонажей еще раз хочу сказать что на меня это произвело очень сильное впечатление я особенно из первой части ну второй части конечно много незнакомых имен что естественно хотя и много знакомых но для меня была очень важна первая часть вот то что касается организации я думаю для многих это будет важно и многие узнают то чего они не знали а второе издание конечно я думаю грядет естественным образом большое спасибо огромная работа я не знаю у ведущего всегда есть чудовищный соблазн немедленно превратить выступление в дискуссию и там комментировать или возражать но я боюсь что это не очень корректно у меня было бы много что сказать на выступление Якова Аркадьевича я ограничусь двумя замечаниями во-первых дополнение очень интересно ведь Арсений недавно мы с ним вспоминали всю эту историю и он говорил что он не знал об этом эпизоде из жизни своего отца что это вот из воспоминаний вашего дяди он об этом впервые узнал да это замечание а возражение насчет Бориса Борисовича Вахтина быть может понимаете мне кажется что мерить участие в сопротивлении по тому насколько человек пострадал или не пострадал это но идти по некоторому на мой взгляд не очень точному пути выбранному еще там декабристоведами первыми декабристоведами которые базировались на алфавите да а потом все-таки декабристоведение ушло от этого но не мне вам говорить об этом вот что касается Бориса Борисовича то помимо того что он все-таки один из крупнейших деятелей на мой взгляд второй культуры и не Ленинграда а страны так сказать в раннем самоздате его рассказы и пьесы были очень заметным явлением но например в такой эпизод как его участие в создании ну еще не белой книги Александра Ильича Гинсбурга а восстановление стенограммы записи процесса над Синявским и Даниэлем в котором в этом восстановлении он играл ключевую роль с его фонографической памяти он присутствовал на заседаниях суда Верховного суда РСФСР и сразу после этого Мария Васильевна Розанова уехала с ним в Ленинград и там они сидели и восстанавливали вот этот самый и то что мы имеем такой близкий к сценографическому запись суда это огромная заслуга Бориса Борисовича Вахтина мне кажется что не надо бы его так вычеркивать из числа как вы понимаете я ничего нового Борис Борисовича не хотел потому что я действительно к нему относился и отношусь хорошо может быть возможно что я не прав может быть нужно четче определить критерии критерии потому что я вот прочитал и меня это несколько удивило хотя я знал все о чем вы говорите мы были достаточно близко знакомы с Борей ну да я готов взять взять обратно на общие темы я готов подискутировать отдельно хорошо все таки я очень очень злоупотребляю по моему да но вот конечно в лиге скажут всегда что да ну ладно сейчас будет вот скоро будет выступление в лиге тогда я расплачусь а сейчас выступление Андрея Николаевича Алексеева Андрей Николаевич да давайте если вам легче оттуда то я не помню такого такого аншлага в этом зале и это очень радует и это вообще закономерно я опять же затрудняюсь сказать то есть мое отношение к автору я подчеркиваю автору а не просто автору составителю этой книги это не только глубокое уважение но ими я бы сказал восхищение я употребляю слово энцикопедист не в том узком смысле в каком употреблял его арголиз а для меня энцикопедист это гидроидов амбер это люди широкого то ли профиля круга интересов типа ну не знаю и современнее как может быть любящих понимаете вот Александр Выдович как-то умудряется с одной стороны не распыляться с другой стороны очень широко брать его он хорошо и точно рассказал о происхождении этой книги она естественно выросла из всей его многолетней даже многодесятилетней работы и и я очень рад что она появилась она действительно является продолжением и восполнением того что не могло быть в энциклопедии Санкт-Петербурга и что может быть войдет в следующее издание энциклопедии Санкт-Петербурга а является в то же время ну провокация не провокация понимаете она как бы по современным временам она она не не в мейнстриме она скорее против и это я очень ценю потому что то обстоятельство что вот именно сейчас прозвучали эти имена поднятая эта тема и возник этот справочник и вот мы это обсуждаем это по-моему очень значимо и ценно я просматривал ну не словник вот список имен у меня как у Якова Аркадьевича возникли некоторые вопросы некоторые недоумения но я не буду их высказывать в отличие от предыдущего оратора потому что речь идет о людях очень достойных и как говорится ну что же я не предлагаю их исключать они туда попали и слава богу вот но я попытался найти критерий понять критерий по которому происходил может быть интуитивно отбор этих имен вообще Александр Давыдович очень хитро употребил это выражение большинство упомянутых предметно предметные части да думаю что все таки большинство ну даже если не большинство так будем считать это метафорой но интересно что таким как бы неявным критерием являются люди которые а были таки ну мне не нравится слово жертва но были подвергнуты политическим преследованием были героями если угодно репрессии посмотрите там практически почти все так или иначе пострадали от репрессий кто погиб а кто выжил слава богу но практически все за исключением может быть ну десятка человек которых вот ну вот там назвали люди которые имели большое значение но если уж на то пошло то почему бы там не быть именам Ахматова и Зощенко был такой соблазн вот и не соблазн это было бы вполне естественно вот потому что не найдя там Ахматова и Зощенко и найдя там некоторых моих товарищей современников при том уважении к ним я пришел в некоторое недоумение с другой стороны я восхищался ну понимаете вот у меня было такое искушение а ну-ка я посмотрю а есть ли там Ухтомский есть а если там Вавилов есть а если там Матвей Бронштейн есть и честно говоря я немного могу назвать людей которых ну я бы знал и хотел бы там увидеть а их нет я просто многих не знаю вот поэтому надо воспользоваться всем обстоятельствам что готовится я надеюсь электронное издание вообще то чего это я специально говорю для издателей то чего нет в интернете того нет вообще вы их извините вот и поэтому у многих издателей такое я не говорю про данного про данное издательство ну такая установка ну вот мы запустим электронную версию и люди перестанут покупать наоборот такие книги как это ее будут покупать именно после того как увидел ее в интернете понимаете это книга которую хочется иметь у себя и не надо бояться что издательство прогорит от того что книга появится в интернете немножко раньше чем будут распроданы все экземпляры в общем бояться суть нечего они будут наверняка распроданы так что долго ждать не придется вот ну и наконец я бы хотел еще раз вернуться к теме энциклопедизма понимаете энциклопедизм это особенность ну что ли личности особенность ученого я для меня Александр Марголес является образцом энциклопедиста причем я энциклопедистом лично пожалуй про него никого и не знаю дело в том что энциклопедизм это не только организатор это не только человек сочиняющий словники в Ламберде 2 писали большинство своих статей и это были очень субъективные статьи но тем не менее французская энциклопедия 18 века до сих пор является неким образцом в отличие ну скажем от большой советской энциклопедии где уже автор не героя как там главный редактор уже он вряд ли сам ее читал вот и слишком много у него было а вот тут как раз помощников там или авторов а вот тут как раз сам не только читал но и писал и эта вещь несет на себе печать индивидуального лица понимаете это то есть я я хочу увидеть Марголес и открываю с глубоким удовлетворением должен констатировать что наша презентация постепенно превращается в как это сказать выездную сессию выездную сессию наших ежегодных чтений по биографике право на имя это мне страшно нравится этот поворот сюжета страшно нравится слово Иринии Анатольевне флиги ей преференции не будет она пусть выйдет на публику очень сложно очень сложно говорить о книжке которая является справочником потому что потому что каждая статья требует отдельного разговора отдельной дискуссии споров но споры мы уже начали но мне кажется то есть мне хочется сказать совершенно о другом о том что Александр Давидович создал книгу которая должна быть понимаете вот это главное что получилось эта книга должна быть и про Александра Давидович уже много сказали и про великого энциклопедиста и про объем работы нет никто еще не упал нет все целы да я так извините в формате тоста я за смелость это очень смелая книжка потому что даже уже во втором выступлении появилась критика те имена те имена нужно добавить вот словник вызывает сомнения и так далее и тогда сколько он ошибок найдет не нельзя а понимаете эта книжка это смелый поступок потому что такую книжку делать страшно страшно из-за композиции словника страшно из-за неполноты источников из-за вынужденного какой-то компиляции источников из третьих рук потому что первичные источники архивные по очень малым статьям были доступны это смело это вот то что это один пункт второй чем является эта книжка не знаю все ли энциклопедии являются выполняют такую функцию но эта книжка задает нам форматы координаты нашей памяти и истории это координаты это те узловые точки в которых мы сегодня можем понимать то что то что было и то что происходит сегодня вот Александр Давидович задал эти координаты и в них ну какие-то ячейки какая-то сетка она может она станет мельче она дополнится дополнительными дополнительными статьями дополнительными но она не не изменит своей сущности а сущность ее это расставление сегодняшних координат в пространстве спасибо теперь у меня вот вопрос к Татьяне Борисовне притыкиной как-то Татьяна Борисовна не очень определенно высказала свою ну в общем вижу уже идет очень хорошо я я рад значит в сообщении Александра Давидовича все время звучало слово провокация и действительно эта провокация это видно даже по реакции вот этого толерантного дружеского зала но я хочу обратить внимание на другое слово которое есть название этой книги это слово сопротивление и тут есть сопротивление во многих аспектах сопротивление некой инертности которая есть у нас профессиональных исследователей политических репрессий невозможность решиться на этот шаг сделать энциклопедию как сказала Ирина Флиге это чрезвычайно смелый шаг и очень страшно что закидают теплым дерьмом это сопротивление душной атмосфере современной России и третье сопротивление это сопротивление смертельной болезни я считаю что Александр Давидович совершил научный подвиг простите я на этом закончу ну вот одним из последних выступлений мы намечали выступление кого-то из издательства я не знаю или может быть Галина Федоровна да Галина Федоровна вы тогда спасибо большое это не первая книга которую мы делаем с таким удивительным автором Александром Давидовичем Маргольцем и за это вам огромное огромное спасибо это доверие которое ну мы реально ценим это понятно насколько сложно передать в чьи-то руки свое вот такое его детище которое выстрадано годами данное издание ну для нас конечно которые прикоснулись первоначально к работе еще энциклопедии в 2003 году не было столь вот как-то необычным непонятным нет это работа для нас понятная работа для нас такая достаточно естественная хотя мы прекрасно понимаем что любая энциклопедия любой справочник наверное как жанр книг самый-самый сложный потому что взаимосвязи потому что разные статьи разрозненные разные факты это вот нужна такая зануда как я которая все равно не совсем справляется потому что все это увидеть все это выловить ну я остановилась когда начала считать каких же биографий не хватает но тем не менее книга вышла книга здесь и я может быть скажу такой факт наше издательство очень много выпускает литературы по краеведению искусствоведческой литературы литература ведения и как читателю вот для меня было полное удивление что здесь в этом издании собрались герои наших других книг это Вильгельм Зоргенфрей это Иванов Разумник это Николай Иванович Вавилов и Плеяда его соратников это Владимир Полей то есть те герои о которых мы рассказывали совершенно другие аспекты их жизни они собрались здесь в этом внутри этого издания это очень необычно и было ну яркое такое представление что же такое происходило независимо от того что это разные годы разные судьбы и разные места в общем-то действий и вот я сказала что мы очень много занимаемся краеведческой литературой поэтому даже в этом справочнике очень многие места которые здесь упомято они были пройдены ногами ну до этого может быть даже в процессе работы это и ну во-первых конечно Левашовская пустошь это и Соловки и Сандармох и многие многие вот то о чем упомянуто конечно увидеть своими глазами а потом вот здесь внутри этих статьи увидеть взаимосвязи между ними это удивительно это ну наверное главное свойство справочника вот такого уровня но сюда когда я шла я Александр Давидович вам принесла привет поздравления от Натальи Тумбаевна Шамбаевой Бориса Николаевича Тихомирова музея Федора Михайловича Достоевского которые получив эту книжку конечно же тут же открыли Достоевского Андрея Андреевича и сказали как как у нас же есть документ который говорит всю правду а чего здесь нет но самое фантастическое факт который здесь указан то что он был освобожден в мае в честь 50-летия со дня смерти Федора Михайловича Достоевского а приговорен 10 февраля но день смерти то 9 февраля и это надо быть достоеведами работниками музея Борис Николаевич Тихомиров который на это указал то есть вот даже вот этот факт то что Александр Ильич говорит провокация которая дальше тянет и тянет и тянет какие-то документы какие-то факты из разных источников и личных воспоминаний вот уже музейных ну я наверное от себя могу пожелать только одного чтобы вот этих фактов собралась такая большая коробочка и в интернет версии они все были учтены в данной ситуации когда мы говорим о справочнике тем более вот таком вот емком конечно же интернет версия должна жить и мы будем содействовать ее появлению спасибо большое спасибо теперь с вашего позволения скажу несколько слов я уже не как ведущий это как типа выступальщик да вот после этого если у кого-то будут вопросы к Александру Давыдовичу и вопросы там реплики к Александру Давыдовичу или к кому-то из выступавших ранее пожалуйста задавайте их а потом мы все же несмотря ни на что дадим Александру Давыдовичу время для ответного слова нет теперь я уже буду требовать ага ну да-да-да-да-да сколько перчаток брошено значит да ну а сейчас я хотел бы просто сказать несколько слов действительно несколько слов ну во-первых тут говорилось о смелости о действительно об интеллектуальной смелости вот такого поступка как взять и решиться сделать эту книгу но я хотел бы сказать еще об одном здесь потребовалась смелость и для преодоления некой всеобщей инертности вот то что эта книга не просто была задумана и не просто делалась она сделана она оказалась сделанной выпущенной напечатанной и вот представляется вам для меня это особенно как бы сказать внятно потому что все это делалось у нас на глазах замысел возникал у нас на глазах и я бы сказал что скорость подготовки этой книги пожалуй была прямо пропорциональна степени неучастия в ней нашей организации вот если я боюсь что если бы мы действительно как организация стали бы значит участвовать в этой книге то еще приличное число лет прошло бы прежде чем она была выпущена я думаю что Александр в какой-то момент это понял и решил что да что он берет да а типа сам сделаю и сделал вот это одна часть моего выступления и мое восхищение этим человеком не знает границ это одна часть моего выступления а вторая часть моего выступления состоит в следующем если вы думаете что это книга это единственный продукт подготовленный Александровичем Марголесом на эту тему то вы сильно господа и дамы ошибаетесь на подходе другая другой продукт это уже будет электронный ресурс он условно называется хронограф где тот же самый материал но уже в масштабах не Петербурга в масштабах страны представлен в виде на такой хронологической таблице снабженной значит сколько у нас там по-моему около 600 или 700 позиций выстроенных в хронологическом порядке снабженных около примерно двумястами справками развернутыми справками типа предметного указателя и тоже аннотированным именным указателем связанным между собой в некотором электронном ресурсе вот этот хронограф как мне кажется особенный интерес может представлять для школьных преподавателей ну и может быть для и вузовских тоже отчасти да если конечно еще им к тому времени не запретят эти темы преподавать да правильно вот и вот я очень надеюсь что в ближайшие месяцы мы сможем представить вам еще одну работу Марголиса в электронном уже варианте в виде значит сайта этого хронографа мне представляется это тоже крайне интересно спасибо можно ответить на вопросы которые уже прозвучали и которые надеюсь ну давайте давайте а мы не дадим еще людям возможность еще задать вопросы или как или ответим на то что возникло сначала да давайте так просто мне кажется что у многих и у вас в частности и у вас в частности тоже возникло желание дать возможность людям задать вопросы после того как я вступительное слово произнес вот но я знаю насколько я значит болтлив и поэтому решил сначала пусть выступят хорошие люди а если что-нибудь останется значит действительно я хотел бы кое-что на что ответить моим замечательным друзьям которые только что выступали значит по поводу борис-борисча критерии отбора и так дальше понимаете як фаркадь ну есть некоторая формальная логика формирование второй части книги как я уже сказал здесь об этом написано написано это имена тех которые возникают в статьях первой части поскольку целый цикл статей первой части посвящен самоздату то естественно бахтин там не мог не возникнуть фамилия бахтин бб появилась а стало быть я должен был что-то о нем написать во второй части но не только в этом дело я вам на самом деле очень благодарен за постановку вопроса понимаете здесь меня уже поддержал Даниэль и мне собственно нечего добавить к тому что было им сказано для меня факт репрессии или отсутствия репрессии не был абсолютно определяющим вы здесь найдете довольно много людей особенно из новейшего времени которые слава богу избежали лагерей и даже арестов ну Борис Борисович вызывали на допросы по делу Мурамзина и так далее но этим слава богу дело и ограничилось но то что охранка не доглядела отнеслась к чему-то спустя рукава или еще какие-то мотивы не может быть для нас основанием для того чтобы их делить на две группы вот поэтому спасибо Татьяне Борисович которая обратила внимание на то что в названии справочника два определяющих слова репрессии и сопротивления Бориса Борисовича Вахтина я считаю полноценным участником движения и сопротивления своей эпохи и поэтому его место здесь мне кажется вполне обоснованно но куда более тяжелый вопрос прозвучал в другой части выступления Якова Аркадьевича когда он напомнил о своих замечательных близких людях которых были все основания попасть в этот справочник но их там пока нет друзья это самый убийственный для меня вопрос самый убийственный я помню с Ириной Анатольевной мы обсуждали как-то в процессе моей работы она поинтересовалась как идут дела сколько уже готова статьи я сказал ну так где-то я перешагнул через 500 надеюсь что сил жизни так сказать хватит еще на пару сотен но она сказала так 700 за глаза и за уши для первого издания этой энциклопедии все даже не терзайтесь ну не надо значит она конечно просто ко мне хорошо относится и понимала мое состояние и если бы была возможность написать еще 300 я бы их написал а издательство крякнуло бы ну может быть в двух частях в двух томах но тоже бы это оттеснило но получилось так как получилось и при этом я совершенно искренне сказал в начале что это провокация я провоцирую вас на дополнение и не надо ограничиться только напоминанием о том или ином имени которого здесь пока нет беритесь за перо и сами пишите этот материал литературно мы оформим у нас есть убойные силы редакторы но нужен исходный исходный материал понимаете и последнее что по этому поводу я хотел сказать ну люди которые давно и хорошо меня знают не сомневаются в том что я вообще-то говоря фанат коллективной работы и вот в тех энциклопедиях которыми я занимался середина 80-х годов со мной всегда была большая команда ну вот Петербург 150 авторов плюс Петр Анатольевич Гринфельд и его команда из Альцов которые делали интернет-версию и так далее то есть это многие десятки людей и они мне не мешали наоборот я с удовольствием работал так что если бы искреннее было заявление сделано Даниэлем если бы у моих товарищей по мемориалу не было более неотложных дел и они бы включились в эту работу я бы не только не препятствовал я был бы рад но дела были и мне действительно пришлось в основном заниматься это одному но это не потому что я такой рак-отшельник наоборот если вдруг в работу включатся еще и еще люди и пусть их будут десятки и сотни я буду только рад а мои товарищи из мемориала помогут так сказать поддерживать связи и все это обрабатывать Андрей Николаевич конечно выступил по формуле моего любимого друга увы покойного Валентина Саныча Булкина значит услышав что-нибудь подобное он мрачно говорил ну теперь его напьедестал а потом веером отжет я не просто благодарен Андрею Николаевичу за оценку моей работы я хочу вот о чем в этой связи вам сказать быть энциклопедистом ну естественно сразу же ассоциации с 18 веком с великими французами практически невозможно друзья да я действительно не просто редактировал я прочел все три с половиной тысячи статьи энциклопедии Петербург а потом значит не помню уже сколько сотен энциклопедии культуры Ленинградской области которые есть в сети для меня это привычное и приятное занятие но я вам скажу что активно помочь авторам тех или иных материалов я был просто не в состоянии потому что ни моих знаний ни моих физических и так далее возможностей для этого не хватало поэтому в принципе энциклопедическая работа в наше время это работа только большого и хочется при этом добавить дружного коллектива а еще лучше чтобы это были любящие друг друга люди потому что работа это прямо скажем потная нервная и взаимоотношения между людьми которые этим занимаются очень много значит так что спасибо но больше писать энциклопедии в одиночку если вы мне разрешите я не хотел бы теперь Ирина Анатольевна правильно говорит что есть еще одна грань провокации здесь 700 статей и хочется что-нибудь сказать по каждой в том числе далеко не комплиментарная а у нее для этого оснований больше чем у многих поскольку она автор части этих статей знает как она как они пишутся и какое чувство глубокого неудовлетворения испытывает автор сплошь и рядом вынужденный поставить точку но вот здесь я уже от Ирины Анатольевны перейду к Татьяне Борисовне понимаете может быть это прозвучит нескромно но она абсолютно права что мною двигало в этой работе я в какой-то момент понял что эта книга совершенно необходима именно сегодня именно сейчас любимой моей формуле не благодаря но вопреки и поэтому я призываю всех вас кто так или иначе сочувственно отнесся к этой работе включайтесь в нее ее актуальность потребность в ней сохранится увы может быть даже обострится и поэтому чем больше нас будет кто займется напоминанием о подлинной истории ну в данном случае города в 20 веке действительно наш хронограф это уже страна там мы не регионалисты вот тем лучше тем лучше ну в общем собственно говоря я об этом уже в разных выражениях сказал раз в 10 наверное достаточно приглашаю всех в эту работу короче говорю спасибо спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...